Запомните, ублюдки, сукины дети, перед вами человек, которому все надоело, и он начал борьбу с грязью, мерзостью, развратом, дерьмом. Наконец-то такой человек нашелся. Вам конец. Добрый день, дорогие друзья, рад вас приветствовать на YouTube-канале «Таксистские войны». Все чаще пассажиры такси стали нападать на водителей такси. А если я сейчас выйду, блин? В этом ролике мы разберем несколько таких ситуаций и разберемся, почему это происходит и почему пассажиры часто остаются безнаказанными. Он начал мне избивать. Кого избивать? Там догнал, я уехал. Так что наливайте чаек, усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Итак, что мы увидели? Водитель такси приехал на заказ, увидел пьяную пассажирку и решил отказать ей в поездке. Что сделал совершенно обоснованно, потому что чревато это выкидывшим пиццы в поездке, да и возможно каким-то конфликтам. А то, что пассажиры конфликтные, они это продемонстрировали. Водитель такси делает правильно, чуть-чуть отъезжает и ждет, пока можно будет отменить заказ. Потому что по стандартам сервиса пусть тебе хоть ногу ломают, но 10 минут, будь любезен, подожди. Иначе и активности лишишься, да и за подачу денег не получишь. Также водитель такси вызвал на место сотрудников полиции, которые по приезду начали разбираться в чем дело. И тут поведение пассажира резко поменялось. Он начал мне избивать. Кого избивать? Я уехал, он забежал. Я когда-нибудь кого-нибудь... Чего, блин? Давай, блин! Я смогу... Дарю полицию. Давайте же, блядь, на камере. Че-то сейчас... Это все вранье. Начал он от действий своих и слов отказываться. И напомнило мне это, как у профессора Преображенского, где он собачку в человека переделал. Там сущность человеческая. В виде гномика. Догина, свое брать начали. Так и пассажир наш, видимо, в прошлой жизни к женскому к чему-то отношение имел. Он думал, видимо, раз куртку мужскую носит до кроссовки, и между ног что-то болтается, так как мужчина его характеризует. Видимо, надо имя поменять, не на мужское. Может быть, и в жизни что-то наладится. А сейчас мы посмотрим сюжет, где на водителя такси прямо во время движения негодяй один напал. По-другому назвать я его никак не могу. Пидарас. Пидарасина. Суть конфликта не знаю, да знать не хочу. Только одно скажу, что, делая так, он, ладно, с собой рискует. Плевать на него хотелось. Апу, бы иначе въебал, блядь. Но он рискует водителям жизни его, да людей, которые навстречу едут. А там и семья, и дети могли ехать. Хорошо, что так обошлось. Ебашу мать. Сосы. Осудить его будут по статье «Нарушение правил дорожного движения» пешеходам. Ровно год назад самый такой же случай был на Петербургском шоссе в Санкт-Петербурге. Пьяный пассажир сзади схватил меня за ремень, коленом в сиденье уперся и душить начал. Я аж хрипеть начал до сознания терять. А его семья, которая ехала сзади, начала его оттаскивать от меня, тянуть. Тем самым помогая ему душить меня. Я не мудрился кое-как освободиться. На жопу-то его посадил. А толку-то от этого? А никакого. В случае чего, за что бы он отвечал? Да ни за что. За нарушение правил дорожного движения. А выскочи бы на встречку и убейся. То все. Никто бы ничего не узнал. Потому что регистратора на тот момент у меня не было. Разбились, да и разбились. Видно, водитель с управлением не справился. Решил я тут посмотреть, как за океаном безопасность водителя такси обеспечивается. И вот что я увидел. Ты внутри снимаешь, чтобы мой голос был нормальный? А там, жалко же. Тортиша, он, короче, защищает от 200-калограммового мужика. Он защитит, закрывается, короче. Деньги дал, взял, закрывается, мамочки, все. Водитель отдельно будет тут. Можете целоваться, что хотите делать. Вот. Потом, современный уже такси, вот так. Имеется экран у них, когда они едут, они видят маршрут. Там можно новости почитать, телевизор посмотреть. Для кредитки. Вот. Можно свайпать кредитку. Если что-то не понравилось, можно позвонить по этому номеру и пожаловаться, короче, на это водителя. Найдут его, если он там нагрубил или что-то он не сказал. Ноу-хау это, с перегородкой. В Америке от начала 90-х появилось. Еще в Нью-Йорке, когда слишком разгульная у них жизнь там была у многих. А что у нас? А у нас кесарь да путевые листы. Электронно-бумажная безопасность у нас. Хорошая штука. Путевой лист есть, значит ты безопасен. Вся информация у всех о водителе такси есть? Где вздохнул, где кое-что сделал? Хорошо. А то, что водителей душат, ножами пыляют. Да это так. Это 167 рублей и пострадать можно. Дорогие друзья, пока перегородок не будет у нас в автомобиле, такие же нападения будут продолжаться на водителей такси. Да, перегородку можно поставить самому, заплатить за это деньги. Но даже заплатив деньги, тебе придется пройти, так сказать, 7 кругов ада. Это согласование в ГИБДД, это потом доказывание агрегатору, что ты хочешь себя обезопасить. Потому что как только пассажир напишет в поддержку любого сервиса, тебя тут же заблокируют. Не положено по стандартам сервиса жить как ты хочешь. Как сервис сказал, так и живи. Как пассажир сказал, так ты и едь. Нельзя тебе, рабу божьему, слово сказать и голову поднять. Иначе леща получишь от всех. Как телевизор-то не включишь, американцы все плохие. У вас есть номер автомобиля. Ну так а зачем вы собреваетесь в чужой автомобиль? Ну простите. Нет. Ну так закройте дверь, здесь идет разговор. Блять, долбоебка. А вот это видео, где водитель заехал во двор, на него напало несколько неадекватов. Я хочу, чтобы посмотрели те люди, те чиновники, которые вдруг начали кричать, что такси нынче стало дорогое. Эй, где ты? Назад всем. Я не, блять, обрушил тебя. Эй, друг, друг. Гречат-то они из своих кресел депутатских до автомобилей, на которых их возят водители и заправляют они их за счет государства. Но однако же хотят, чтобы к ним приезжали чистые ухоженные автомобили до водителей адекватные. И чтобы ночью эти водители за 167 рублей своей жизнью рисковали. Так вот, уважаемые законодатели, когда сделаете условия, в которых можно действительно зарабатывать деньги, соответствующие нынешней экономической обстановке в нашей стране, тогда и жалуйтесь в вас, что якобы цены завышены. А пока водители за такие деньги вас возят, будьте лучше благодарны. А то, если сделать цены, как они должны быть, или как в Европе, вот тогда вы действительно огорчитесь и быстро еще какие-нибудь законы допридумаете. На этом, ребята, переходим к следующему эпизоду, где уже кинули меня в эти выходные. За много лет меня обманули. В принципе, логично. А, ну то есть, просто так я вас подвозить должен? Нет. Ну, давайте отплачивайте. Нет. Как бы, можно. Платить? Я понимаю, у меня есть лицо. А я-то здесь причем. Вы сели, ничего, поехали, ничего не сказали. Ехали, разговаривали по телефону, слова не сказали. Думали о своих там делах. Потому что у меня проблемы. Да, у меня тоже проблемы. Думаю, у тебя просто так вот ночью здесь работают, а вот то, что не делать, ничего. Ой, дай бог, вот такие-то проблемы. Да, мне не надо, короче, 346 рублей и все. Берем и едем сейчас обратно. У меня нет. Ну, все, значит, пойдемте. А, что, дома деньги есть? Да. Ну, пойдемте, я с вами поднимусь. Вот с этого и надо было начинать. Потом я говорю, может, у мужа есть деньги? Она говорит, да. Я пошел, мне эти деньги, если честно, ну, не нужны. Я думал, может, там будет какой-то контент. Может, муж там на меня начнет быщить. Взял камеру. Заходим в подъезд. Я смотрю, по подъезду вообще, по ступенькам кровь. Как будто кому-то нос разбили. Я думаю, ага, наверное, это там что-то происходит у нее дома. Может, сейчас что-то засниму. Может, и сам лещей получу. Ну и вот. Поднимаемся. Она стучит в квартиру. Открывает муж. На это все смотрит. Ну нахер. Тут же дверь закрывает и кричит. Она ездила на такси, пускай она и платит. Я говорю, ну что, будешь платить? Ну, что, как будем расходиться? Ну, сижу, я уже уходиться. Я понимаю, что надо уходить. Делать тут нечего. Поднимать кипиш в 5 утра я не буду. Я уже в голове прокручиваю, какую я месте и потом устрою. Вот. И она что делает? Она стучит опять в квартиру. Муж открывает. И она быстро заскакивает и закрывает. То есть, намеренно человек в открытую говорит, что срать я на вас хочу и я буду вас кидать. Потому что это уже, походу, не первый раз. Но, что в ее случае и в моем ей не повезло. Она думает, что это ей просто так сойдет с рук. Нет. Тут уже нашла коса на камень. Я принципиально сделаю так, что она как бы прочувствует этот момент. Потому что кинула она, походу, не только одного меня. И сделаю я в самый неподходящий для нее этот момент. Я не буду врать. Если бы она, например, сказала, отвезите меня на другой конец Москвы, я бы, конечно, не буду говорить, чтобы я ее повез. Но, если бы она сказала сразу, там ехать 3 километра, я бы ее хрен с ней не довез ее бесплатно. Вот. Это одно дело. Но она тут в наглую кидает. И поэтому я считаю, что она должна ответить за свой этот поступок будет. И она, скорее всего, за него и ответит. А итог всех вот этих роликов, то, что я сейчас показал, моментов в том, что сейчас 2022 год. Наши все законодатели, как и сейчас, что идет какое-то развитие такси, что хотят сделать безопасность и так далее. Безопасности никакой нет. Никаких шагов в сторону безопасности водителя до сих пор нет. В такси полная разруха. С водителем такси может случиться все, что угодно. Он ни от чего не застрахован. И помощи водителю такси сейчас ждать неоткуда. Поэтому все вот эти заявления, что такси у нас в безопасности, борются с какими-то недыгалами, где-то они там все воюют. Все это полная чушь. Также нужно агрегаторов привести, так сказать, к порядку. Призвать к порядку, чтобы они не имели никакого воздействия на водителя такси. Не решали судьбы водителей. На этом все. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Скоро выйдет еще один выпуск новостей. До новых встреч.